Всем привет, на связи Борис Соколов, это vizosam.ru И давайте в этом видео я расскажу вам о правилах въезда в Мексику Так как есть приятные новости, с 25 мая 2021 года Россия официально возобновляет авиасообщение с Мексикой И рейсы полетят из Москвы в самый популярный курорт Мексики, город Канкун Поэтому думаю, эта информация будет актуальна Вот смотрите, давайте скажу сначала правила, которые касаются виз, срок действия загранпаспорта Так как они не меняются, а с ковидом происходит изменение Хотя вот во многих странах правила меняются чуть ли не каждый день А в Мексике все классно Мексика никогда не закрывала границы для туристов от коронавируса Не вводила ПЦР-тест Опять правила могут поменяться на всякий случай Посмотрите, вот здесь есть ссылочка под этим видео Об актуальных правилах въезда Так как Ютуб не даст мне перезаписать Допустим, если они поменяются через месяц, через два Я не смогу сюда вставить даже текст, что они поменялись Ну так вот, в Мексику россиянам можно оформить электронную визу Россиянам и украинцам То есть, пожалуйста, обращайтесь к нам Мы сделаем в течение одного дня Рабочего, выходного, без разницы Мы работаем онлайн Контакты нашего специалиста есть под этим видео Обращайтесь к Тамаре Она вам все быстро сделает Очень много лет работает с Мексикой Смотрите, то есть виза просто Россияне, украинцы, к сожалению, белорусы, граждане Казахстана Мы им не можем оформить визу Ну, нам нет смысла писать Так как мы живем в России Работаем с россиянами, украинцами Которые можно оформить онлайн Вам нужно обращаться в местные посольства В местные мексиканские отделения Для оформления бумажной визы То есть белорусам и гражданам Казахстана Ну, так вот Электронная виза Она разрешает однократный въезд в Мексику до 180 дней Ну, могут тут по смотрению пограничника 90 поставить Ну, в основном 180 ставят У вас также должны быть обратные билеты и бронеотели Это официальные правила И вот обязательно должна быть страховка Медицинский туристический полис Который покрывает лечение от коронавируса Смотрите, этот полис можно оформить онлайн В течение пяти минут Ссылочка на его оформление будет под этим видео Также срок действия загранпаспорта Вот вообще Мексик очень классная страна У нее очень минимум правил Вот официально он может быть просто действующим То есть он должен заканчиваться его срок действия С момента вашего вылета из Мексики Например, когда у вас будут обратные билеты Ну, вот некоторые туроператоры рекомендуют все-таки иметь 6 месяцев Потому что в условиях ковидных ограничений Вот этих непонятных Все равно сложностей Например, пограничники, если у вас паспорт заканчивает Там через 15 дней Могут спросить, а почему так Ну, и не пустить, допустим, в страну по своим причинам Окончательное решение за пограничником Также авиакомпании некоторые вдруг могут на это обратить внимание Поэтому крупные туроператоры говорят официально Срок действия паспорта в Мексике Он должен быть действующим Но лучше иметь 6 месяцев Но опять наши клиенты летали Там 4-5 месяцев срок действия загранпаспорта 3 То есть никаких проблем не было Они прилетали в Мексику и классно там отдыхали Вот такие основные правила в Мексику Опять, как я говорю, ПЦР-тест не нужен То есть ни для кого, в том числе для российских туристов Афиасообщение открыли То есть Москва-Канкурс 25 мая Вот единственная вещь еще до, ранее до полета Нужно заполнить анкету на официальном мексиканском сайте И получить QR-код, который нужно предъявить в аэропорту Ну, некоторые даже, честно, потом уже по прилету в Мексике Вспоминают и делают То есть Мексика относится достаточно лайтово к этому Никаких сложностей не предъявляет Опять, если вам нужна виза, звоните Мы также подскажем вам о правилах въезда И другие нюансы С вами был Борис Искалов Сайт vizasam.ru И до встречи в следующих видео Вообще Мексика очень классная страна Канкун, белоснежные пляжи Так что рекомендую вам туда слетать Ну все, до встречи в следующих видео Пока-пока Есть еще несколько нюансов, которые стоит учитывать при въезде в Мексику Это обязательно распечатывайте вот визу Обратные билеты Есть человеческий фактор Некоторых, например, туристов не сажали Без распечатанной визы на рейсы самолета Приходилось искать в аэропорту В том числе нашим клиентам Хотя мы всегда говорим, что лучше это делать Второй момент Вот официально, например, можно въезжать по шенгенской визе Но мы всем гражданам Украины и России Которым нужна электронная Можно оформить электронную визу Рекомендуем это сделать Я сам это делаю У меня есть действующий многократный шенген Но потому что есть всегда человеческий фактор В аэропорту где-то на пересадке Могут не пустить Либо просто вас очень долго будет Вы будете проходить границы даже в самой Мексике Вот были случаи, когда несколько часов люди проходили границы Даже просто из самой Мексики Нам звонили, сделайте нам визу Что-то по шенгену Очень долго не пускают, что-то проверяют Но это ладно Вот недавний случай Я даже вот это видео специально записываю Уже потом Несколько дней назад Наша клиентка с ВНЖ Германии Ей кто-то, ну, ей сказали, что можно официально Все, она пришла в аэропорт Ее не сажают на самолет Говорят, нужна виза Мы каким-то чудом успели сделать за несколько часов визу Но, к сожалению, девушка не улетела Ее заставили распечатать визу То есть есть действующая виза Есть в ВНЖ Германии Ее не посадили самолет Он улетал, она уже не успела распечатать визу Билеты стоят очень дорого в Мексику Туры Ну, потратите лишнее время Небольшие деньги Оформите электронную визу И распечатайте визу и обратные билеты Чтобы было всем спокойнее и надежнее И вы спокойно попали в Мексику Для собственного спокойствия Третий момент Вот на данный момент ПЦР-тест в Мексику не нужен Но обязательно посмотрите правила по ссылочке Вдруг они его введут А Ютуб мне не дает перезаписать видео И второй момент Но ПЦР-тест, если вы летите не прямым рейсом Хотя открыли рейсы Москва-Канкун 25 мая А, допустим, летите с пересадкой Его могут потребовать в стране пересадки Поэтому этот момент уточните Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!